Привет! С вами Нерпо Пэтс. Сегодня я хотела бы вам рассказать о породе жесткошерстный фокстерьер. Потому что я вам могу дать не только общую информацию об этой породе, но и поделиться с вами собственным опытом. Порода фокстерьер была выведена в Англии специально для охоты на лис в норах. Первое описание этой породы было сделано в 16 веке, но жесткошерстные фокстерьеры были выведены только в конце 19 века. Это очень активная, легко возбудимая собака. Они очень любят играть, поэтому людям активным они составят очень хорошую компанию. Но об этой черте и характера нужно помнить, когда вы выбираете себе питомца. Если вы захотели себе взять щенка фокстерьера, вы должны подумать, сможете ли вы справиться с ее темпераментом. Жесткошерстные фокстерьеры, они склонны к доминированию. Поэтому щенка нужно воспитывать с раннего детства правильно, чтобы все-таки хозяином в доме были вы, а не собака. Фоксы это норная собака. Они очень любят копать. Копают они везде, не только на улице, но и дома тоже. И об этом надо знать, так как многих такое поведение может раздражать. Так как эта порода была выведена для охоты, охотничьи инстинкты этих собак, они заставляют их преследовать кошек, мелких животных. Поэтому всегда нужно держать их на поводке, либо обучить ее беспрекословному подчинению, чтобы ничего страшного не случилось с вашей собакой. Они очень легко ввязываются в драке с другими собаками, даже с теми, которые намного крупнее их. Считается, что собаки этой породы предположены к чрезмерному лайву. Могу сказать про своих собак. У нас этой проблемы нет. Они, конечно, лают, но они умеют отличать, когда входит в дом свой человек. Они просто молча подходят к двери, ждут, когда этот человек зайдет. А если чужой, то, соответственно, они начинают лаять. Они даже отличают звуки машин наших с мужем от чужих. Поэтому это, видимо, все индивидуально. То есть у нас такой нет проблем. У фоксов очень развита защитная реакция. Поэтому, когда вы воспитываете такого питомца, вы должны знать, что наказанием может закончиться не только рычанием, но и даже укусом. Ну, это вот такой у них характер. Однако, в целом, это очень жизнерадостные собаки. Они любят гулять на улице. Они нуждаются в длительных прогулках. Но и дома они тоже очень активны. Мы играем со своими собаками дома постоянно. Они очень любят различные перетяжки. Любят играть друг с другом. Но очень любят, когда с ними играют хозяева. Все эти перетягивания сопровождаются каким-то безумным рычанием. Они получают от этого колоссальное удовольствие. Также они очень любят мячики. Причем у каждой собаки свой любимый мячик. Очень любят мягкие игрушки, потому что их можно трепать. Причем трепать так, чтобы эта игрушка била прям по морде. От этого тоже просто какое-то безумное удовольствие они получают. И вот такие соревнования с вашими собаками, они могут удовлетворить и физическую, умственную активность фоксов в полной мере. Значит, фоксы жесткошерстные, они не любят оставаться дома одни. У скучающего фокса быстро развивается разрушительное поведение. Могу рассказать про своих собак. Они в этом плане очень разные. Ульмина, она никогда не доставляла нам таких хлопот. Она нам никогда ничего не портила. Я старалась покупать ей копытца бараньи, которые подходили ей по размеру. В принципе, она могла этим копытом заниматься полдня. Она была свободной, поэтому она особо как бы не скучала. Ричард у нас, несмотря на то, что он появился уже в таком возрасте, когда был старше, чем Ульма, оставалась дома одна. И у него была компания в лице как бы ульмины и кошек, тем не менее он съел у нас все. То есть он разрушил наш весь дом. Он нам портил мебель, портил обои, отрывал плентуса, мог грызть стены. Но обувь он не портил, но отгрызал там полученные шнурки, пульты, книги. То есть все превращалось просто в хлам. С возрастом, конечно, этого стало гораздо меньше, но тем не менее это вот у нас есть. Я очень надеюсь, что такое поведение у него пройдет. Наказывать я его не могу, потому что наказывать собаку нужно по факту совершения преступления, потому что у собак нет причинно-следственной связи, и они не могут понять, за что их наказывают. Поэтому только терпение. И вообще у хозяев жестких фокусов должно быть действительно колоссальное терпение. Потому что действительно порода считается очень сложной. Она считается трудно обучаемой. Но отчего такое происходит? Вы должны понимать, что жесткошушные фокс-терьеры – это все-таки норная собака. И когда собака заходит в нору к зверю, она полностью сама контролирует всю ситуацию. Она принимает сама решение, она полностью действует только самостоятельно, и хозяин ей в этом ничем помочь не может. Отсюда такое доминантное поведение и достаточно агрессивное. Но я считаю, что просто нужно их безумно любить. Чем больше ты занимаешься со своей собакой, чем больше ты уделяешь времени, тем лучше ваши отношения становятся с ней. И вы больше понимаете друг друга, вы становитесь компаньонами. Поэтому здесь только любовь, только терпение, только поощрение. И собака станет вам замечательным другом, вашим помощником. И будет радовать вас долго, долгие годы. Потому что фоксы живут 15 лет в среднем. Поэтому вы будете долго вместе. Желаю вам и вашим питомцам удачи, каких-то побед. Любите своих животных, берегите их. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока! Так как я могу вам не дать не только общую информацию об этой породе... Соня, хватит, а! Первое описание этой породы было... Субтитры сделал DimaTorzok До свидания!